В Донецкую область Юлия Тимошенко приехала из Луганской, где в этом году проходили официальные празднования Дня Шахтера. После приветствий премьер минутой молчания почтила память горняков, погибших при взрыве на шахте Кирова 23 августа. Защитить шахтера и не допустить, чтобы за каждую тонну угля платили человеческой жизнью, пообещала премьер-министр при встрече с бажановцами. Своей главной задачей Тимошенко назвала возрождение отрасли, а на установку систем безопасности уже в этом году пообещала выделить деньги. Мы выделили 100 миллионов рублей в этом бюджете, не читая, пока мы создали бюджет в 2050 году с этой очень хорошей политической ситуацией. И уже с понедельника я почту эти финансовые ресурсы выделять. Правительство уже приняло меры, чтобы поднять спрос на уголь, отчитала Стимошенко. Для энергетического угля создали резерв и начали использовать его вместо газа на тепловых электростанциях. А для роста спроса на коксующийся уголь решили выделить дотации к коксохимикам. Тимошенко показали, как работает система безопасности на одной из самых глубоких передовых шахт области. Макеев угли подъем производства связывают с поддержкой Кабмина. Самое коксующееся объединение в отрасли выжило благодаря тому, что правительство правильно и вовремя оценило, куда нужно в первую очередь направить господдержку. К 2010 году полностью заработает закон о престижности шахтерского труда, пообещала премьер. Он гарантирует горнякам прибавку к заработной плате, льготы при оплате коммунальных услуг и при поступлении в ВУЗ. Также в следующем году правительство собирается выделить 400 миллионов гривен на подготовку новых лав. В свою очередь горняки подарили гости уменьшенную копию памятника подвигу шахтеров и подземную лампу. На этом визит премьер-министра не закончился. После шахты Бажанова Юлия Тимошенко отправилась на Петровский завод шахтного оборудования, который выпускает систему безопасности УТАС, контролирующую выброс метана. Премьер-министр пообещала, что такое оборудование вскоре должно появиться на каждой шахте. Елена Шулюпова, Руслан Новиков, Панорама.